Уткнись на сердце моего Господи! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Добро пожаловать! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать! 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 ПЕСНЯ 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 Помилуй нас, Боже, повелицей милости Твоей, молимся о свыше и помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посвящении, прощении, оставлении грехов. Я не знаю, где, вон там попроси, где не пишут, как маленький. Вон, 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 вон. А вон! А, это для стола. Можно я покушу? Дери, дери, ну там деревянный стоит. А сколько тут? Сейчас я расскажу. Да вон, вверх. Хорошо. Меш! Да что? На, прокол, 50 рублей. Пойдем, Ивана ручку попроси. Нет, все ручки. Жди, езжи, пошли и плату. А вот это вот, что нужна вода. Да, на вылету. Да, да. Давай вот пройти про микро. Когда? Продолжение следует... 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 для благовейно входящих в него и трудящихся мне действительно становятся братами небесными. Смиренный Исидор, митрополит Екатеринодарский и Кубанский, 28 августа 2008 года. Смиренный Исидор, митрополит Екатеринодарский и Кубанский, 28 августа 2008 года. Смиренный Исидор, митрополит Екатеринодарский и Кубанский, 28 августа 2008 года. Смиренный Исидор, митрополит Екатеринодарский и Кубанский, 28 августа 2008 года. Смиренный Исидор, митрополит Екатеринодарский и Кубанский, 28 августа 2008 года. Смиренный Исидор, митрополит Екатеринодарский и Кубанский, 28 августа 2008 года. Смиренный Исидор, митрополит Екатеринодарский и Кубанский, 28 августа 2008 года. Смиренный Исидор, митрополит Екатеринодарский и Кубанский, 28 августа 2008 года. Смиренный Исидор, митрополит Екатеринодарский и Кубанский, 28 августа 2008 года. Смиренный Исидор, митрополит Екатеринодарский и Кубанский, 28 августа 2008 года. Смиренный Исидор, митрополит Екатеринодарский и Кубанский, 28 августа 2008 года. Смиренный Исидор, митрополит Екатеринодарский и Кубанский, 28 августа 2008 года. Господу помолим сердцем здесь праздником храмовым. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 ПЕСНЯ 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 Это более чем день рождения даже. Какую-либо аналогию провести сложно с этим днем, поскольку неидимо сама Божья Матерь в дни храмовых праздников, там где эта храма священ в честь нее, молитвенно укрепляет нас, молитвенно предстоит пред нами в наших слабых, немощных человеческих трудах. А потому всех вас поздравляю с этим радостным событием, событием, которое случается один раз в течение церковного календарного года. С праздником храмовых! Спасибо Господи! За то, что Он предпринял свои посильные труды и приехал в этот святой особенный для нас день, чтобы вместе с нами не просто помолиться, но и по моей просьбе возглавить сегодняшнее праздничное наше с вами торжество. Я благодарю отцов нашего храма, отца Александра Корнеева, отца Иоанна Воронова, отца Александра Копанова, отца дьякона Валерия за те труды, которые вынесли в течение этого года и особенно в дни подготовки к этому праздничному дню. Может быть, не все так у нас еще сегодня благолепно, как нам хотелось бы, но начав немножко с вами разрушать в прошлом году, мы уже все-таки что-то с Божьей помощью и всеобщими трудами начали и созидать. Я благодарю всех поющих, скромно трудящихся, которые помогали убрать то, что всегда остается после многочисленных ремонтных работ, на что обычно не хватает ни у кого сил. Они несколько дней последних дней посидно трудились. Это и Олег, и Георгий, Игорь, Дмитрий, ну и многие-многие другие. Я, братья и сестры, не буду всех как-то особенно выделять. Я благодарю жертвователей, которых у нас не так много, которые, может быть, имеют и такие возможности, как где-то в других местах. Но знаете, меряется все не толщиной кошелька, не количеством нулей, перечисленными на счет церковной благотворительности, а меряется добрым сердцем. И что особенно важно смирение. Важно, когда жертвитель понимает, что он не милость оказывает приходу и при этом горделиво возносится, а он понимает, что через него милость Господь оказывает ему, давая возможность благотворить. И только тот, кто это понимает, никогда не будет превозноситься, а всегда будет делать это со смирением. Поэтому всех вас, жертвователей нашего храма, я не буду вас называть, а то вы уже меня не раз поругали за это. Пусть Господь вам и далее дает, прежде всего, вот это духовное понимание сущности вашего христианского служения. Дарует вам силы и благополучие. Дарует мир в ваших семьях и сослуживцах. Я благодарю всех простых вас, тружеников нашего храма, жертвователей, скромных жертвователей, прихожан нашего храма. Ибо всякая купленная, приобретенная вами свеча в храме или заказанное какое-то прощение о молитве, которое мы называем требой, это и есть ваше посильное участие в нашей церковной жизни. И нам всегда приятно, когда мы видим много записочек поданных. Это о чем свидетельствует? Что люди верят и знают, что по молитвам нас недостойны, Господь им не спосылает про силу. И большей благодарности священник и святой не может, как понимая, что Господь слышит его, и люди ему верят. Поэтому всех вас еще раз поздравляю с праздником. Пусть хранит вас Господь на многое и благое лето, по молитвам заступницы храма и града нашего, Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. С праздником вас всех! Спасибо, Господи! Сейчас батюшка даст крест, и затем, после этого, я приглашаю всех, и певцов, и тружеников храма, И просто всех вас, прихожан, разделить праздничную трапезу с нами. Вот там, под палаткой, под навесом, будут накрыты столы. Единственная просьба. Конечно, возможно, все сразу не сядем. Пожалуйста, не спешите. Будет покурить первые. Покурите. Покуляйте. Помолитесь. И будет потом опять второй раз накрыть стол точно так же, как и первый. Хорошо, чтобы у нас было мирно, тихо. Пожалуйста, если кто-то находится издалека, то местные прихожане, пусть эти люди, первые, сядут за стол, потому что у них дальний автобус. Мы же все-таки здесь живущие хозяины. Дороже ничего отсюда не вынесешь. Это самое дорогое. Но он даруется нам сегодня по особым молитвам Богоматери. О ней можно говорить бесконечно. И Отец Андрей сделал мне замечание немножко. Благословил послужить меня сегодня и возглавить службу. Спаси Господь, не пачкал вас за это. Но и пожурил за то, что я говорил 21 минуту. Он обещал всем. Я говорю, у него одна минута равна одному Марсу. Одному Семьцу. То есть свое исчисление времени. Можно говорить о Богоматери бесконечно. Можно вообще забыться. Конечно, мы не можем себя сравнивать. То есть Серафим Царовский, когда молился, он три года молился. Почему? А он с ангелами был собеседником, с преподобными молитвенниками. Понимаете? И вот это состояние для кого-то оно бедумием является, а для нас оно смысл жизни всей. И тот, кто из вас пытался молиться в своих телейных и церковных молитвах, знает, что такое испытывать, когда благодать Божия касается тоненько своего сердца, и ты уже как бы не видишь ни своих вот этих проблем, которые на тебя насыпались. Мозги утихают, уже не так кипят и прочее. Поэтому я хотел бы в сегодняшний день всему вашему дружному приходу пожелать, во-первых, терпения, потому что я знаю, что такое ремонт, что такое реставрация. Это всегда минус. Венчание уже столько не будет, конечно. Это можно не снимать. Это не для прессы. Если говорить об администрации, то вообще-то снимайте. Благодаря им, родным, благодаря администрации нашей, спаси Господи, в будущем храм будет еще краше. Да. В будущем. А сегодня все-таки делается все ваша лекция и вашими трудами. И, насколько я знаю, участие администрации минимальное. Спаси Господи казачество. Да. За что? За будущее. За будущее. Которые вот там лет через 10, может, они там проснутся у нас там и так далее. Все готовы им дифирамбы петь. Не хочу петь. И отец Андрей не поет. И я не буду. Не хочу. Потому что надо, чтобы петь им дифирамбы, треба что-то сделать такие. Ну, хотя бы поганеньки. Вот. А не поганеньку, не поганеньки рубят. А вот добрые. Поэтому пусть эти слова отцовского, если хотите, обличения прозвучат здесь вот в эти благополучные сегодня адреса. Я скажу, что на сегодняшний день все-таки царствует, что вдовица лепты. Лепта вдовицы вот в этом храме. Вот ваша лепта. Это вашей лептой все здесь делается. Я знаю, какими трудами это делается. И знаю, что значит лучше новое построить, чем трогать старье. Это в два раза дороже и больше и прочее все. Почему сейчас американцы, они все ломают, а потом новое построили? Легче. Гораздо легче. Но как же сломать эти намаленные, пропитанные толщей, туда во сколько сантиметров? Насколько. Нашими предками стены. Как их порушить? Да нельзя, да грех страстный. Их нужно сохранить. Нужно сохранить эту толщу молитвы. Если мы не умеем, они за нас молятся. Это очень важно. И очень важно в эти дни не оскудевать любовью к своему храму. И ни в коем случае не гнушаться его какими-то вот этими проблемами. Я-то знаю, как только леса поставил в храме для реставрации, фыть, и все, и прихожан нет. Хоть ты тресешь. Хоть гукай, не гукай. Не оскудевайте вот этой любовью даже к храму подраненному. Вот своего сына или дочь. Если они болеют и лежат в постели, вы разве меньше будете любить? Нет. Сейчас храм приболел манехом. Он требует, чтобы его подлечили. Он требует особого внимания к нему. Он просит о помощи сейчас. Это видно вот по всему. Он очень просит о помощи. Помогите. Отдайте эту последнюю лекцию. Уверяю вас, я на себе сколько раз испытывал, что у нас, вот у христиан, сбербанки, они другие. Они не такие, как в мире. Не такие совсем. Вот о таком сбербанке я еще минутку задержу, простите. Я не часто у вас бываю, остецы, и скажу вам. Одна женщина была христианой. А ее муж язычник. И это наследство, вот он так, а они жили скудно, бедно жили. И вот она говорит, слушай, давай отдадим эти деньги в рост. Говорит, хорошая идея жена. Он ей верил. Она благочестивая христианка, порядочная женщина. Ни разу его не подвела. Детишек ему родила. В той нищете, в которой находились они, она терпела. Он ей очень сильно верил и любил ее. Очень сильно. И он поверил ей. И вот они идут сдавать в рост деньги. Приходят на церковную паперть. Отдают часть нищим. Отдают часть храм. А он говорит, слушай, они ж не отдадут. Ну вот эти нищие. Она говорит, да не бойся, отдадут. А когда отдадут? Говорит, где бумаги, договора, где никаких договоров. Никаких бумаг нет. Говорит, отдадут. Вот они ждут, раз деньги в рост отдали. Какое-то свое время в росте должны деньги быть, да? И все. И вот приходит время, когда муж уже ничего не может заработать. И говорит, слушай, надо же деньги забрать. Мы давали их в рост с тобой. У тех вот. Пришли на паперть. Там другие нищие. Никто ничего не отдает, конечно, и так далее. Она говорит, не бойся. В ближайшее время все равно отдадут. А кто отдаст? Она говорит, Господь за них отдаст. Вот он идет на рыбалку. Кушать нечего. Рыбачит. Поймал три рыбины. От счастья весь светящийся приходит домой. Она их спарывает. А в одной из рыбин полно золотых монет. Где она их наелась, неизвестно. На каких глубинах она плавала, чем они пахли и так далее. Непонятно. Она говорит, видишь, вот тебе и послал. То, что мы отдавали в рост наш творец и создатель. У нас другие палки. У нас другие понимания о вложениях наших денег и средств и так далее. Когда мы даем нищему, мы даем самим себе. Спасаем свою душу. Когда мы даем в храме, мы даем самому Богу. И Бог является нашим должником. Представляете, какая страшная штука получается. Когда Бог наш должник. Если я упал и споткнулся где-то, Господь помня этот долг. Не может ли к нам смело помочь? Не может, а должен отъестись с милостью. Потому что Бог нам должен. Страшные слова мы сейчас говорим. Это действительно так. Поэтому давайте спасать свои души. Давайте давать Богу долги. Давайте ничего не смущаться. Давайте отдавать свои последние лет. Уверяю вас, нас ждет впереди. Впереди большее богатство. И если оно не в этом весе, то в будущем обязательно будет окуплено спасением души нашей для бессмертия. Все к вам с любовью от нашего прихода, потому что Тихорецкий приход и Пластуновский, молитвами Отца Петра, Дошевского Царства Ему Небеса и Вечный Ему Покон. Конечно же, мы раньше как-то больше немножко общались, но сейчас уже и больше храмов, и дороже стали поездки. Если я, отец дорогой настояния, хотел бы поблагодарить вас за ваши труды, которые вы несете. И я каждый квадратный сантиметр, уверяю вас, могу прочитать и просчитать в финансовом плане, чего это ему стоит. Это больших трудов стоит. И не только ему, и семье его. Нет, он не бедствует, он даже не походил. Но все-таки, все-таки, уверяю вас, что вот эти вот труды, которые мы несем, ежеминутно, потому что и спишь, а оно все равно крутится. Вот каждый квадратный сантиметр, три храма, он в голове находится. Что здесь делается? Как он должен наполняться? И души ваши спасать заодно должны, а не только этим заниматься ведь еще. Так что помогай, Господи, вам, дорогой эстет Андрей, с любовью к вам, в семье недостойной жизни. Спасибо. Дай себе помогу. Спасибо. 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 Спасибо вам всем с праздником. Максим Александрович Крест, и потихонечку потом проходите занимательство. Облаженному в пении вечера Богу и подать Господи работу твоему священно проплати Ирею Петру и сотвори ему и... О, кума появился. Вот, хоть раз без работы можно было. Просто так подарить. Обязательно сработать. Вот сколько кто... Все надо занимать. Отпеть ничего. Видишь какой? Он бежит. Через 30. Не, его не так... С вами вообще не нанесима. Садиться можно. Ехать нельзя. Разный комочек. Там меня лучше не снимать, а то скажут, что эта пища не идет. Кто покушал, может вставать потихонечку и давать место другим. Сейчас принесут, подожди. Я говорю, кто... Девочки другим. Кто покушал, а то есть, кто покушал. Кто покушал. Кто покушал. Кто покушал. Ха-ха-ха. Гр학. Это его, да? Это его, да? Садись. Это его сзади. Дальше, следи. Это клей. Или вот сюда. Хотите? Садись. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...